Здравствуйте, уважаемые друзья! С Вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук и в этом видеоподкасте рассмотрим гибридизацию свиней. Получение высокопродуктивных гибридов свиней это основа современного прибыльного свиноводства. Например, чистопородное разведение, в отличие от гибридизации, таких результатов и близко не дает, хотя еще каких-то 40 лет назад чистопородное разведение было основным инструментом повышения продуктивности свиней. Маточное стадо в товарных хозяйствах было чистопородным, и чаще всего это была крупная белая свинья. При такой системе селекции свиньи очень тяжело было избежать эмбриинга. Чтобы избежать эмбриинга, то есть близкородственного спаривания, очень часто меняли поголовье хряков. После того, как была выявлена способность межпородных помесей к более быстрому, чем у родительских форм росту, повышенной жизнеспособности и продуктивности в товарных хозяйствах в качестве основного метода разведения стали применять различные методы промышленного скрещивания. То есть, брали одну породу, скрещивали с другой и получали потолство, которое по продуктивности превосходило родителей. Сказать, что это что-то сильно новое, не могу. Межпородное скрещивание применялось давно. Фактически, в результате межпородного скрещивания и были выведены практически все существующие на данный момент породы свиней. Это и простое двухпородное скрещивание, и трехпородное, и даже четырехпородное. Более того, существуют еще и вариации всех этих видов скрещиваний. В любом случае, промышленное скрещивание это эффективнее, чем заниматься чистопородными свиньями, как это было раньше. Но здесь есть два момента. Первый. Увеличение продуктивности в результате такого скрещивания есть, но это не слишком впечатляющие цифры, в пределах 3-7% по разным показателям. Например, при двухпородном скрещивании многоплодие маток может повышаться на 4-5%, масса гнезда котюм на 3-5%, среднесуточный прирост на 6-7%, оплата корма приростом на 2-4%. При трехпородном скрещивании результаты выше на 3-5%, чем при двухпородном. Четырехпородное скрещивание дает еще немножко лучше результаты, чем при трехпородном скрещивании. Превосходство потомков над родительскими формами по одному или нескольким признакам назвали гетерозисом. И казалось бы все хорошо, но здесь есть второй не очень хороший момент. Дело в том, что при межпородном скрещивании в отдельных случаях помеси уступали животных исходных пород. То есть скрещивали, скрещивали и вместо улучшения получали наоборот ухудшение. Эффект промышленного скрещивания во многих случаях носит вероятностный характер. То есть положительный эффект может быть, а может и не быть. Конечно, такой результат никого не мог устраивать. И выявили, что более надежные результаты позволяют получить гибридизация. В классическом понимании гибридизация это есть скрещивание животных разных видов. Ну, например, мул, это есть гибрид лошади и осла. В свиноводстве под гибридизацией понимают скрещивание свиней, которые отселекционированы на гейторозисную сочетаемость по воспроизводительным, откормочным и мясным качествам. То есть по форме гибридизация и скрещивания ничем не отличается. При скрещивании используют свиней разных пород, независимо от их принадлежности к тому или иному стаду. И самое главное, используют не отселекционированных на гейторозисную сочетаемость по хозяйственно полезным признакам, а при гибридизации используют свиней, предварительно проверенных на гетерозизную сочетаемость по нужным признакам. Помеси, это есть продукт скрещивания свиней разных пород, а гибриды это продукт предварительной специальной селекции и последующего скрещивания. И если при скрещивании свиней результат может быть самым неожиданным, то при гибридизации гетерозиз гарантирован, потому что исходные линии, как я уже сказал, селекционируются на сочетаемость. Например, свиньи одной породы отселекционированы на высокую мясную продуктивность и среднюю откормочную, а свиньи другой породы наоборот, на высокую откормочную продуктивность и среднюю мясную. Гибриды, полученные при скрещивании животных этих двух пород, будут обладать высокой и мясной, и откормочной продуктивностью. Причем материнские линии отвечают за одни качества, а отцовские за другие. В свиноводстве разработаны программы гибридизации свиней, предусматривающие создание как отцовских, так и материнских форм, выявление их сочетаемости, проведение контрольного откорма и выращивание молодняка. В мировой практике принята система гибридизации, где на первом этапе скрещивают специализированные линии материнских пород, например, крупную белую и ландраса. Это и есть двухпородная гибридизация. В результате такой гибридизации получаем потомство свиней F1. Это свиньи, предназначенные для дальнейшего откорма и они будут показывать высокие производственные результаты. Если же надо улучшить мясные качества таких свиней, если от этого требует рынок, то тогда свинки F1 скрещиваются с хряками мясных пород или линий, как правило это дюроки, гемпшир или пьетрен. Это уже будет трехпородная гибридизация. Для достижения лучших показателей применяют направленную раздельную селекцию, отдельно работают со специализированными материнскими и отцовскими линиями. Необходимым моментом при создании таких линий является их селекция на сочетаемость. Этим и достигается гарантированный эффект гетерозиса в конечном товарном гибриде. Селекция в материнских линиях ведется на повышение репродуктивных качеств, многоплодие, молочность, однородность помета, сохранность поросят. Отцовской же линии селекционируется на улучшение откормочных и мясных качеств, энергию роста, конверсию корма, а также сокращение доли жира и повышение выхода постного мяса. Например, при двухпородном скрещивании материнской линии будет порода крупная белая, а отцовской ландрас, но никак не наоборот. То есть, если свиноматку ландрас покрыть хряком крупной белой, то никакого гетерозиса не будет, помните об этом. Теперь второй момент, о котором надо обязательно знать при проведении трехпородного скрещивания. Если свинок F1 покрывать хряком мясной породы, то эффект гетерозиса будет проявляться намного сильнее, чем при покрытии негибридной свиноматки. Гибридные свинки намного лучше принимают мясные качества хряков мясных пород, чем обычные свиньи. Такой эффект возможен из-за того, что наследственность у поместных маток расшатанная и менее устойчивая, чем у чистопородных. И на этом фоне потомству более полно передаются качества хряков, с которыми спаривает поместных маток F1, поскольку наследственность у таких чистопородных хряков более устойчивая. Поэтому помните, что если любую свиноматку покрыть пьетреном или дюрком, то мясные качества потомства все равно будут улучшены. Но если покрыть этими же хряками гибридную свинку, то эффект будет намного лучше. Для получения высокопродуктивных гибридов необходимо отбирать исходные породы, типы или линии свиней, проверить их продуктивные качества применительно к тем условиям, которые будут их использовать. И отобраны исходные формы необходимо оценить на гетерозисную сочетаемость. Этим как раз и занимаются селекционные центры. Гибридизация позволяет повысить продуктивность поместей на 10-15%, то есть позволяет увеличить производство свинины без дополнительных капиталовложений и снизить ее себестоимость, ну и также повысить производительность труда соответственно. И еще помните, что эффект гетерозиса наблюдается только в первом поколении. Это поколение называется F1. Потомство полученное от гибридов F1 уже не дает эффекта гетерозиса, поэтому свинки F1 не используются для дальнейшего племенного разведения. Необходимо очень четко усвоить, что гибридные свиньи это товарные свиньи. Они очень хороши для откорма, но для дальнейшего разведения они непригодны, так как у них не будет проявляться эффект гетерозиса. А то иногда бывает так, что свинки гибридов F1 продаются как племенные. Это или откровенный обман, или от незнания. Свинок F1 можно брать только или как товарных, или для дальнейшего их покрытия хреками местных пород, чтобы улучшить их мясные качества. Надеюсь, что из этого видео вы поняли, что такое эффект гетерозиса в свиноводстве и чем отличаются скрещивания пород свиней от гибридизации. Генетика и селекция это достаточно сложное занятие. Этим делом занимаются целые институты и огромные генетические компании. Но не следует забывать, что наиболее распространенную в мире породу свиней, крупную белую, без которой сложно даже представить современное племенное свиноводство и которую используют все эти институты и генетические компании, вывел простой даже не свиновод, а обыкновенный ткач из английской провинции Йоркшир еще позапрошлом столетии. Он просто увлекался свиноводством. Вот так. Поэтому помните, что для вовлеченных людей всегда есть место для творчества. Дерзайте и пробуйте и у Вас обязательно все получится. Легендарную крупную белую породу свиней мы обязательно рассмотрим в одном из наших последующих видео. А пока всего Вам доброго, здоровья Вам и Вашим поросятам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч.